О каких жизненных истинах вы жалеете, что узнали слишком поздно? Что одиночество лучше, чем отношения с тем, кто тебе не подходит. Ваши родители не всегда правы. Мне кажется, что если бы дети приходили к пониманию этого достаточно рано, они бы не относились к родителям с таким благоговейным трепетом. Ничто не изменится само по себе. Если вы хотите изменений, то нужно самим изменить что-то. И никто вам не поможет, пока вы не начнете помогать себе. А еще мы растем только, когда преодолеваем трудности. Изменения и прогресс не даются легко. Тренируетесь ли вы, задерживаетесь допоздна в офисе или набираетесь смелости, чтобы пойти познакомиться с кем-то, изменения в лучшую сторону происходят только, когда вы выходите за границы комфорта. Если вы хотите жить своей жизнью, рано или поздно вам придется отсечь родителей вертолетов. Иначе они никогда не перестанут опекать вас ни в 20 лет, ни в 25, ни в 30. Мне 17 лет, и через год я окончу школу. Когда я начала думать о поступлении в колледж, мама прямо сказала, ты не уедешь учиться в другой город, ты пойдешь в местный колледж. А еще она не одобряет профессию, которую я хочу выбрать. Мы не очень богаты, и она настаивает на том, чтобы я выбрала высокооплачиваемую профессию. Я думала, что когда мне исполнится 18, она хоть немного отстанет от меня. Видимо, этого не произойдет. Это нормально, не иметь романтических отношений в старших классах и даже в колледже. Я начал беспокоиться по этому поводу, когда мне было лет 13. Сейчас мне трудно поверить, что я потратил столько энергии и нервов из-за вполне нормальной ситуации. В школе и, возможно, даже в колледже я был совершенно не готов к серьезным отношениям. Просто не хватало зрелости для этого. Я воспринимал всю концепцию романов слишком романтически, простите за каламбур. К тому же я не понимал, как сильно мои друзья и все прочие преувеличивали или даже бессовестно лгали о том, как это круто быть с девушкой. О том, насколько более радостной и полной стала их жизнь. Оказалось, гораздо легче убедить других, что у тебя есть пара и вы счастливы вместе, чем реально найти пару и обрести счастье. Когда я был одинок, мне было легче достичь успехов и следовать своим мечтам. Никогда не бывает слишком поздно, чтобы чему-то научиться. Особенно, если это полезный навык. Я чувствую, что мне уже поздно учиться чему-либо. Во время карантина у меня было много свободного времени и я активно изучал создание игр в Юнити. И мне это очень понравилось. У меня только стало нормально получаться, как я снова вышел на работу. Теперь у меня мало свободного времени, я устаю и не могу сосредоточиться. Хорошо было бы уволиться на год, чтобы научиться делать крутые вещи, но я не могу себе это позволить. Если какое-либо действие, которое вам нужно совершить, требует меньше пяти минут, сделайте это сейчас же. Я постоянно откладывал на потом все мелкие заботы, пока не увидел этот лайфхак год назад на Реддите. Честно говоря, я до сих пор немного прокрастинирую, но уже не так сильно, как раньше. Спасибо доброму незнакомцу, который написал об этом. Не стоит ожидать, что другие дадут вам то же, что вы дали им. Я очень жалею, что так поступал. Потратил много времени и сил, помогая другим, отказывая себе в чем-то, потому что думал, что я обязан помогать друзьям и родственникам. В итоге понял, что друзья и родственники не считают себя обязанными помогать мне, когда мне нужна их помощь. Мне пришлось научиться отказывать людям. Я понял, что выбирать самому, с какой проблемой помогать, а с какой нет, это вполне нормально. Я не говорю, что нужно помогать только тем, кто помогает вам, причем в одинаковой степени. Я лишь хочу сказать, что вы должны ценить свое время, и другие должны это уважать. Гораздо приятнее, когда делаешь что-то, чем когда ничего не делаешь. Нам всем нужно иногда расслабляться, но лень нас никуда не приведет. Выберите себе интересное хобби и делайте что-либо. Занимайтесь спортом, волонтерской деятельностью. Тратьте большую часть своего времени на какую-либо деятельность, а потом отдыхайте, если понадобится. Снаружи намного интереснее, чем дома на диване. У меня ушла уйма времени, чтобы понять это. Стыдно в этом признаваться, но для меня это чтение. То есть добровольное чтение, когда никто тебя не принуждает. Мне 24 года, и только 3 года назад я прочитал свою первую книгу вне школьной программы. Я был так счастлив, с тех пор я подумываю о чтении более серьезной литературы. Если вы позволите людям воспользоваться вами, они это сделают. Почти никто не будет ставить ваши потребности на первое место. Поэтому вы должны это делать сами. Абсолютно верно. Когда я пришел на свою первую работу, я собирался завоевать всех коллег добротой и радушием. Меня всегда поражало то, что многие просто игнорируют мои приветствия. В то время как другие считают мою приветливость знаком того, что со мной можно обращаться как с дерьмом. После одного не очень хорошего инцидента у меня открылись глаза, и я начал ставить свои потребности на первое место. Никогда не давайте в долг такие суммы, которые вам жалко терять. Вот как я это вижу. Если вы дадите кому-нибудь в долг и не получите его обратно, то можете считать, что вы потратили эту сумму, чтобы узнать, что этому человеку не стоит доверять. Если он возвращает вам деньги, пусть и по 5 рублей, когда у него появляется возможность, вы можете считать этого человека своим настоящим другом. Нужно заставлять себя выходить из кокона и больше общаться с людьми. Нельзя замыкаться в себе. Кажется, я понял это только когда прожил целую неделю, не проронив ни слова. Мне было очень легко закрыться в своем футляре, но выйти оттуда всегда было трудно. Мне нравится одиночество, и я ненавижу общаться с людьми. Так было всегда, поэтому я взял за привычку надевать наушники и игнорировать внешний мир. Хуже всего было в колледже, когда я садился за заднюю парту и слушал преподавателя, но надевал наушники в ту самую секунду, как заканчивалась пара. Сладкие газированные напитки наносят вред здоровью зубов. Я стоматолог, и подтверждаю это. Я постоянно всем говорю, что если весь день пить кока-колу, то не важно, сколько раз вы чистите зубы, потому что у вас все равно будет кариес. Другим плевать на вас. Они гораздо больше беспокоятся о самих себе, и вы для них точно не на первом месте. Если бы я узнала об этом много лет назад, избавилась бы от кучи комплексов. Вы не можете изменить других людей. Неважно, как сильно вы стараетесь, поддерживаете, любите их, они не изменятся, пока сами не захотят. Узнала это на своем горьком опыте. Что один прекрасный день, который вы ждете, тот самый, когда начнется ваша настоящая жизнь, это день сегодняшний. Не ждите подходящего момента, действуйте уже сегодня. В жизни встречаются дерьмовые люди. Некоторые из ваших друзей полные придурки, и вам нужно вычеркнуть из своей жизни таких людей. Иногда приходится вычеркивать из своей жизни даже родственников. У меня были ужасные отношения с одним из моих родителей, которые постоянно сопровождались руганью и скандалами. Кровь, не вода и все такое. Только после 30 я понял, что иногда полезно отказаться от общения даже с близкими родственниками. О том, что нужно обращаться к профессиональному психологу, если вам нужна помощь. Мне 27 лет, и я лишь недавно начал ходить к психологу-наставнику. Когда посторонний человек, который не имеет никакого отношения к происходящему в твоей жизни, узнает ее подробности и дает советы, это очень помогает. Жаль, что я не обратился к психологу, когда был моложе. Возможно, вся моя жизнь сложилась бы иначе, но я пытаюсь изменить ее сейчас. Управление гневом. Мы ссоримся с родственниками, друзьями, коллегами. Мы сердимся из-за политика. Мы злимся из-за того, что люди пишут на реддите. Но все это бесполезно. Гнев не может ничего изменить. Я пришел к выводу, что я злюсь на других из-за собственных нерешенных проблем. Покупка вещей не делает вас счастливыми. Даже покупка дорогой машины радует максимум первые пару дней. В конце концов, человек привыкает к удобствам, которые начинает воспринимать как должное. Знаю, для многих это звучит дико, но люди с большим достатком согласятся. Быть умным – это, несомненно, круто, но умом еще нужно уметь пользоваться. Если вы настолько умны, что гоняете балду в школе и колледже, наблюдая, как стараются в учебе другие, а потом еще лет 10 занимаетесь тем же на работе, то рано или поздно вы увидите, что менее умные, но более старательные обойдут вас, благодаря накопленным за десятилетия знаниям, навыкам и опыту. Это все достижения, которые невозможно получить лишь благодаря острому уму. По крайней мере, это не удается сделать быстро и легко. Юность дается для накопления потенциала, но она быстро переходит в тот возраст, когда нужно этот потенциал реализовывать, и этот период легко пропустить, если не быть внимательным. Майкл Фелпс никогда не стал бы олимпийским чемпионом, если бы плавал пару раз в неделю, а все остальное время смотрел телевизор. Уверенность обеспечивает успех. С женщинами, на работе, в переговорах. Отрастите яйца, и ваша жизнь начнет стремительно улучшаться. А еще бизнес есть бизнес. Не принимайте все близко к сердцу. И не позволяйте тем, кто принимает все близко к сердцу, останавливать вас на пути к цели. Что я на самом деле должен был чистить зубы по утрам и перед сном с детства? Теперь у меня желтоватые зубы, куча пломб и темные пятна. Лишь в 18 лет я завел себе привычку чистить зубы, но вред уже нанесен. Сейчас мне 21, и стоматологи говорят, что у меня здоровые зубы, но они выглядят ужасно. Меня часто спрашивают, почему я не улыбаюсь, и это одна из причин. Первое, что хэппи-энды в голливудском стиле никогда не случаются в реальной жизни. Люди очень-очень редко добиваются сказочного финала в духе «И жили они долго и счастливо». Второе, что время проходит реально быстро. Вы не вернете его, если будете тратить зря. На протяжении очень долгого времени я ненавидел себя. Я бы достиг намного большего в жизни, если бы не потратил годы на депрессию, которая делала меня несчастным и бессильным. Я жалею о каждой минуте потраченного времени. Третье, люди смертные. Говорите своим близким, что любите их в любое время, потому что жизнь непредсказуемая штука. Те, кто просят вас отказываться от ваших увлечений, больше любят себя, чем вас. Люди, которые умеют лгать и манипулировать лучше всех, уверены, что они честнее всех. А еще психопаты совсем не такие, какими мы их видим в фильмах. Они больше похожи на ваших бывших, которые вертели вас на одном месте и высасывали всю вашу энергию. Они не безумные, они очень умны и очень хорошо умеют притворяться. Часто мы дружим с человеком только лишь из-за того, что видимся с ним по пять дней в неделю. Так можно сказать о всех друзьях, которые были у меня в школе. Оглядываясь назад, я понимаю, что единственное, что у нас было общее, это уроки, на которые мы ходили вместе. Даже если вы самый замечательный человек на земле, всегда найдется тот, кто будет вас ненавидеть. И это нормально. Если кто-то говорит тебе гадости и сплетни о других людях, значит этот человек точно так же рассказывает гадости и о тебе за твоей спиной. Если быть слишком крутым для всего, легко можно стать скучным человеком. Я делал так в школе и колледже, потому что это была гарантия безопасности. Не пытайся что-либо сделать, потому что у тебя ничего не выйдет и все будут над тобой смеяться. Не фанатеет чего-то слишком сильно, иначе тебя будут ненавидеть из-за этого. Не привязывайся ни к чему слишком сильно, иначе над тобой будут смеяться. Я пытался казаться крутым и надменным и смеялся вместе со всеми над теми, кто терпел неудачу. А потом все заводили дружбу и отношения с этими людьми, потому что с ними было интересно. А я сидел в одиночестве и думал о том, что гораздо лучше не высовываться и не увлекаться чем-то чересчур сильно. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok